Добрый день! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это 102 А5 ФМ, 7097 УКВ, это радио АРИС. Ну и, конечно же, здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите канал АРИС-24. Канал АРИС. Итак, сегодня у нас в программе «Городские подробности» гость – это председатель территориальной избирательной комиссии города Кумертау Михаил Подковка. Сегодня поговорим о том, что буквально 9 сентября, чуть больше, чем через месяц, через полтора, если так можно сказать, пройдут выборы депутатов Государственного собрания Курулта и Шестого Созыва. Вот о них, какие-то подробности, может быть, какие-то нововведения, об этом мы сейчас и узнаем у Михаила Подковка. Ну, первый вопрос у меня будет… А, ну, здравствуйте, первым делом, да? Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос – это вот, какими полномочиями будут обладать депутаты вот именно Курулта? И не будут, и обладают, конечно же, да, и новые тоже, соответственно. Да, мы выбираем законодатель Республики Башкортостан, то есть это парламент Республики, который занимается законотворчеством, ну, и является законодательной властью Республики Башкортостан. Угу. Вот, в принципе, выбираем, кто и когда уже объявил о выборах депутатов? О выборах депутатов Государственного собрания Курулта Республики Башкортостан Шестого Созыва было объявлено 18 июня Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. 20 июня официально это постановление было размещено в официальных средствах массовой информации. Таким образом, вот, с 20 июня дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственного собрания Курулта Республики Башкортостан. Угу. Ну, и какой-то вот есть уже сроки какие-то определенные, уже какие-то календарь, если выборов, если так можно выразиться? Да, на самом деле утвержден календарь выборов, и вот по календарю хотелось бы сказать или напомнить о следующих таких датах. Во-первых, выдвижение, подача документов на выдвижение на регистрацию длится в течение 30 дней и закончилось 21 июля 2018 года. То есть, все, кто хотел выдвинуться, подать документы, сформировать пакет документов, все это делали до 21 июля, до 18.00. Документы на регистрацию мы принимали и до 24 документы на выдвижение. Далее в течение 10 дней мы проводим проверку, проверяем документы и в течение 10 дней принимаем решение, то есть территориальной избирательной комиссии города Кумертау, с возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов Госсобрания Республики, и в течение этих 10 дней принимаем решение о регистрации кандидата или об аргументированном отказе в регистрации кандидата, если или документы, или что-то было не в порядке с подачей документов. Кроме этого, на какие сроки еще и на какие даты надо определить внимание. Вы знаете, что у нас в 2017 году были отменены открепительные удостоверения. Сейчас это называется написание заявления о голосовании по месту нахождения. На выборах Госсобрания у нас эта процедура также будет проходить, и за 45-3 дня до выборов в любой территориальной избирательной комиссии Республики Башкортостан любой избиратель, обладающий активным правом, может прийти и написать заявление по голосованию по месту нахождения. Место нахождения может быть связано с различными условиями. Отпуск, семейные обстоятельства, командировка и так далее и тому подобное. С 25 июля по 3 сентября у нас может избиратель прийти в любую, еще раз напоминаю, в любую территориальную избирательную комиссию Республики Башкортостан, написать такое заявление и получить отрывной талон. Затем с этим талоном избиратель, с отрывным талоном избиратель может прийти на тот избирательный участок, который прописан в этом талоне, и спокойно проголосовать, получить избирательный бюллетень и таким образом проголосовать. Еще раз напоминаю, это касается всех избирателей, которые прописаны на территории Республики Башкортостан. Если человек прописан за пределами Республики, то такого права у него нет, так как мы выбираем депутата в госсобрание территории Республики. Где-то там в Самарской области прописан, да, живешь уже здесь довольно-таки длительный промежуток времени, хоть 10, хоть 15 лет, все равно ты не имеешь права голосовать, да, вот именно в... Да, на территории Республики, да, на самом деле человек не обладает активным избирательным правом, если он прописан за пределами Республики Башкортостан. На это я прошу вот уделить внимание. Еще раз говорю, территориальная избирательная комиссия у нас расположена в здании администрации по адресу Ленина, 18, кабинет 313. С 16 до 20.00 с 25 июля можно прийти и написать такое заявление. Но если в том случае, если избиратель принял решение голосовать не по месту регистрации. Так, но опять же-таки это в пределах Республики, да? В пределах Республики. То есть, если я где-то на вахте там, да, и так далее, там я могу проголосовать? Такой возможности у вас, да, не будет, к сожалению. Не будет, к сожалению. То есть, если вот именно где-то там же в Уфе, да, ты прописан Кумертау, а проголосовать желаешь в Уфе, да, то это возможно. На территории Республики, да. Понятно. Так, да, что для этого нужно? И еще такая возможность будет в каждой участковой избирательной комиссии написать заявление. Ну, такая возможность появится у избирателей с 29 августа по 3 сентября. Вот. Не по 3, извиняюсь, по 6 сентября. По 6 сентября, да. Понятно. Ну, вообще, по какой системе будут проходить эти выборы? То есть, как они будут проходить? Выборы у нас будут проходить по единому, так скажем, округу и по мажоритарной системе по одномандатному избирательному округу. В данном случае территория городского округа у нас входит в Кумертаусский одномандатный избирательный округ номер 15. И в этот одномандатный избирательный округ у нас еще входят 3 участковые избирательные комиссии Куергазинского района. Эта участковая избирательная комиссия расположена в селе Бугульчан, Бальзая и Мамбиткулова. Там порядка 500 еще избирателей. Но это только по одномандатному избирательному округу номер 15. Он называется у нас Кумертаусским. И выборы будут проводиться по единому округу, по территории Республики Башкортостан. Еще раз напомню, что у нас в Государственное собрание будет выбираться 110 депутатов, из них 55 будут представлены списками политических партий, и мы их будем выбирать по единому округу. И 55 одномандатных избирательных округов на территории всей республики, где мы будем выбирать одномандатников. — Вот про них-то хотелось бы тоже узнать, то есть уже известны, кто будет принимать участие в выборах, вот именно как кандидат? Уже есть такие, да? — Да, на самом деле у нас уже определился ряд кандидатов, кто подал документы на выдвижение. На 21 июля 2018 года документы на выдвижение подали 5 кандидатов. Ими являются Каликулин Роман Владимирович, политическая партия «Союз труда», является председателем Республиканской организации Башкортостана, Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Афонин Сергей Иванович от партии «Единая Россия», министр Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Дьяченко Артем Александрович от политической партии «ЛДПР», исполнительный директор «Общество с ограниченной ответственностью ХОРС». Болотникова Лариса Ивановна от политической партии «Справедливая Россия», директор молодежно-подросткового центра «Самоцветы». И Хайдаров Арсланбек Ренатович от политической партии «Патриоты России», главный специалист отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа. Вот пять кандидатов подали документы на выдвижение, как я уже сказал, с 21 июля отсчитываем в течение 10 дней территориально-избирательная комиссия с возложением полномочий окружной проверяет документы и принимает решение о регистрации или отказе в регистрации данным кандидатам. Кто-то еще подать может уже? Нет, все, сроки уже вышли все, и получается прием документов на выдвижение регистрации уже закрыт. Так, ну а потом следующий этап уже будет непосредственно. Следующий этап – регистрация, и после регистрации за 28 дней, с 11 августа, начнется специальный агитационный период по размещению агитационных материалов в средствах массовой информации. Это печатные сетевые издания в теле-радиоэфире за 28 дней, как я уже сказал, с 11 августа. Вот уже будет, так сказать, почти финишная прямая, да, после этого идет еще День тишины, да, насколько я помню? Да, если по календарю выборов посмотреть, у нас идет вся эта кампания до 8 сентября. 8 сентября – День тишины, то есть где уже мы не… кандидаты наши не агитируют, не говорят. Участковые избирательные комиссии готовят свои места для голосования. И 9 сентября непосредственно состоится сам День голосования. Напоминаю, что участки участковой избирательной комиссии открывают с 8.00 и закрывают в 20.00. То есть 12 часов у нас будет для того, чтобы избиратель пришел и проголосовал. Ну, сейчас все-таки большой промежуток времени, да, какие-то новости. Где-то можно узнать именно о том, как проходят избирательные кампании? На самом деле о ходе избирательной кампании, о календарных сроках можно узнать, во-первых, на сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а непосредственно по выборам в Госсобрание Курулта Республики Башкортостан на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Кроме этого, есть Вестник ЦИК Республики Башкортостан, который в свободном открытом доступе в интернет-пространстве. Кроме этого, на сайте администрации мы размещаем и на странице ТИК, которая расположена на сайте администрации городского округа. Ну, а может быть более такие вопросы, да, скажем так, не то что мелкие, да, вот для меня как избирателя более близкие, наверное. То есть я хочу проголосовать, вот как мне узнать адрес моего избирательного участка? На самом деле адрес избирательного участка узнать несложно, надо только знать место своей регистрации, где ты прописан. Можно выйти на сайт ЦИК Российской Федерации, верхний левый угол, избиратели, нажимаете, затем входите, найти свой избирательный участок. Это на сайте, да? Да, на сайте ЦИК Российской Федерации. На сайте ЦИК Республики в нижнем правом углу желтая кнопка «Найди свой избирательный участок». Входите, также вводите свой адрес, сначала выбираете субъект Российской Федерации, затем вводите город, улицу, дом, квартиру. И в интернете появляется карточка участковой избирательной комиссии, где указан телефон, адрес места расположения избирательной комиссии. Поэтому, я думаю, найти несложно. Во-первых, это сайты. Во-вторых, мы опубликовали 24 июля информацию в газете «Кумертовское время». Там можно по адресам найти свой избирательный участок. И в-четвертых, позвонить в территориальную избирательную комиссию по номеру 4-24-78, и мы можем помочь избирателям определиться или найти свой избирательный участок. 4-27-78, правильно, да? 4-24-78. 4-24-78, ну, в принципе, хорошо, понятно. По этому же номеру можно узнать, там, заключенный я в список или нет, проверить. По этому номеру в том числе, кроме этого, с 29 августа начинают работу участковые избирательные комиссии. И в первые дни они начнут работу со списком. Если избиратель сомневается, есть ли он в списках, то нужно с паспортом прийти в участковую избирательную комиссию. И член участковой избирательной комиссии подскажет, в списке или нет. Если не в списке, то мы берем это на заметку и работаем с теми учреждениями, кто ведет регистрацию и учет жителей, избирателей. Вот, и эти данные вносятся в список. Есть ли какой-то там дедлайн, то есть, когда можно прийти, да, если скажут, да, все, помогаем, а после этого уже нет? С 29 августа. С 29 августа можно будет прийти до 8 сентября и найти себя в списке. Весь избиратель сомневается. Понятно. Ну, я бы хотел все-таки подытожить, да, вот еще раз, может быть, что-то напомнить, как у нас будут проходить выборы, то есть, что, может быть, ваше обращение к избирателям тоже услышать. Да, на самом деле, еще раз мне хотелось бы нашим избирателям сказать, что у нас отменено открепительное удостоверение, и если человек принял, избиратель принял решение голосовать по месту нахождения, то он может написать заявление в нескольких местах. Во-первых, в любой территориальной избирательной комиссии с 25 июля по 5 сентября включительно. В любой участковой избирательной комиссии с 29 августа по 5 сентября. И так называемое специальное заявление со спецмаркой он может написать с 6 по 8 сентября. То есть, в принципе, вот около 45 дней у нас есть для написания такого заявления. Если вы заявление не пишете, то голосуете по месту регистрации. И у меня убедительная просьба к нашим избирателям проявить активную позицию и 9 сентября прийти на выборы и использовать свое активное гражданское право. Проголосовать выборов тем самым депутатов Государственного собрания Курулта Республики Башкортостан. Ну что ж, спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был председатель территориальной избирательной комиссии города Кумертау, Михаил Подковка. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, за то, что рассказали нам. Спасибо за приглашение. За то, что мы еще увидимся. И это не последний наш эфир. Всем всего доброго. До свидания. С вами был Алексей Ширнин. Мы продолжаем. Субтитры подогнал «Симон»